Какая красота, блин, первый полночный. Сегодня в Рязанском технологическом колледже эксперимент необычный. Студентам с двух разных факультетов, а это повара и экономисты, предстоит посчитать инфляцию. Но не простым способом. Это назвали индекс кровайца. Именно поэтому блюду и будут рассчитывать изменения. Для теста мы используем муку, яйца, воду, соль, молоко. Кровайц выбран не случайно. Во-первых, это исконно рязанское блюдо. А во-вторых, он прост в приготовлении. От обычных блинов отличается только наличием крахмала и сахара. Получается слаще. Параллельно выпечке экономисты рассчитывают инфляцию по росту цены на каждую строчку в рецепте. Сначала мы считаем порцию обычных блинов. То есть мы граммы каждого ингредиента переводим в килограммы. То есть мы 26 грамм делим на 1000. Получается потом мы умножаем на цены в октябре 2021 года. И у нас получается цена муки за грамм. И так же мы делаем в октябре 2022 года. Такой необычный урок придумали сотрудники Банка России. Они хотят наглядно показать изменение цены. И как личная инфляция отличается от той, которую определяет Росстат. При определении ключевой ставки, при влиянии на денежно-кредитную политику, Банк России учитывает обязательно инфляционные ожидания. И когда мы спрашиваем ребят о том, как они считают, что это выросло, И по факту сейчас они увидят, что это совсем не так, как они говорили перед началом лекции, Мы как раз будем приводить инфляционные ожидания детей, студентов, К тем цифрам, которые по факту инфляция у нас с вами составляет. В самом начале студентов попросили выдвинуть свою версию роста инфляции, Какой они ее видят. Подумали, что всего 5%. На деле оказалось 12%. Другой расчет это топпинги, то есть добавки. Как изменится инфляция каравайцев с медом, сметаной и вареньем? Рост составил 4, 17 и 16% соответственно. Те, кто рассчитал данные правильно, получили специальные призы от Банка России. Теперь экономические процессы наверняка им стали понятнее. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания. Город.